Ну вот, друзья, я не перестаю показывать вам вот этот именно вид. Один из самых лучших видов на нашем острове Айлова-Вайт, я считаю. Я обожаю вот эти вот коттеджи старинные, английские, с их соломенными крышами. И вот эту церковь наверху здесь, Готтсхилл. А сейчас, тем более, время такое, что еще и нарциссы здесь впереди поляна. Ну, посмотрите. Как же нам не наслаждаться. Покажу вам сейчас, пройдусь, как выглядит вот эта трасса у нас. Она, вы знаете, всегда очень занята. Очень много автомобилей. Я не люблю ездить в Ньюпорт из-за этого. Потому что почти всегда, когда бы я сюда не поехала в Ньюпорт, всегда я попадаю в пробку. Но и еще учесть, что я стараюсь все-таки не в часы пик ездить. Не тогда, когда все едут на работу, допустим, в 8-9 часов или вечером в 5 часов, когда в 4-5 часов возвращаются с работы. Здесь вообще, конечно, делать нечего. Здесь стоят люди в пробке очень долго. Ну, вообще, конечно, как говорится, москвичей пробками, наверное, я не удивлю. Но здесь это странно. Потому что наш маленький остров все-таки всего лишь с населением 140 тысяч человек. Как вы понимаете, это не 12-миллионная Москва, да? И все равно получаются уже пробки. Ну, потому что тоже, вы знаете, люди вот... Считается здесь же у них, что автомобиль это не роскошь, а средство передвижения. И почти все здесь имеют автомобили. Поэтому... И даже бывает, что и не по одному автомобилю в семье, а 2-3 автомобиля люди имеют. Сейчас дойду, покажу вам гараж. Я вот, кстати, иду вдоль, да? Вы же видите вот эту трассу. Мейн-Роуд, как она здесь называется, центральная дорога. И вот живут люди. Посмотрите, вот эти дома вдоль этой Мейн-Роуд. Вообще, я, конечно, этим людям не завидую. Представляете, как вот у них там шумно? Не знаю. Потому что, вот, например, у меня одно окно выходит тоже на Мейн-Роуд. И у меня-то там в райде она... Эта автодорога, она не такая занятая, как здесь. И то проезжают машины, весь дом трясется. И шум, несмотря на то, что стеклопакеты. А здесь вот, представляете, бедным этим людям? Вот такой вот постоянный шум и постоянный выхлоп. Тут наверняка они никогда, бедные, в эту сторону даже и окна не открывают. А потом еще, посмотрите, стоят у них мусорные бачки. Все здесь впереди. И вид, по мне, так очень неказистый. А получается, что в другое место им эти мусорные бачки-то и не выставить. Потому что, наверное, мусорная машина ездит, собирает отсюда мусор. Через квартиру этот бачок никто тащить не будет. Поэтому вот они здесь выставлены от центральных входов, от центральных дверей. Я, конечно, сочувствую этим людям. Но зато, наверное, они знали, где они покупали свои квартиры. Конечно же, у них были глаза и голова на плечах. Наверное, здесь просто дешевле. И вот люди, у которых финансы поют романсы, так скажем, да. Вот вынуждены покупать себе дома вот в таких вот неудачных местах. Какую иногда прелесть тоже хочется вам показать. Как люди ходят. Вот видите, в возрасте уже. Вот они вот так вот ходят в обнимочку. Что-то сейчас хотела, знаете, что хотела, хочу вам показать. Вот эта девушка сидит, посмотрите, замечательная. Если бы не ее вот руки, я бы подумала, что ей, наверное, лет 30. Но руки у нее 70-летней женщины. Представляете, а выглядит она одета. Посмотрите, как шикарно. Вы знаете, друзья, иногда такие вещи я вам не могу не показать. Посмотрите. Вот такая вот картошечка, да, пророщенная. И при том, что она уже в таком виде, что, я не знаю, но она уже умирающая практически. Вот, смотрите. Это же она продается. Руб 95. Ну, вот этот вот полностью один ящичек, руб 95. Но это же все равно деньги. Я вот сразу вспомнила, что у нас вот такую пророщенную картошку всю, сморщенную, то ее же на мусорники выкидывают. Здесь вот, видите, продают. Просто я умираю иногда над этим. Какие огромные эти лебеди. Вот этот уже пожилой. Скажем так. Он еле-еле ходит. Посмотрите, как он тяжело переваливается. Плавает нормально, а ходит очень тяжело. Даже не знаю, сколько ему лет, но видно, что старый уже. Да, Масик? Очень умная птица. Меличавая. А здесь вот еще у нас появились вот такие вот гуси. Видите? Это то ли серый, то ли белый. Какой-то сизый гуси, рыжий. Вот тоже их всего только пара здесь. В основном вот эти канадские гуси с черными шеями. Видите? Красивые. А эти появились у нас недавно два. Они тоже очень пугливые. И все время в стороне держатся. Ну, а вот это вот огромные, крикливые. Это бакланы называются. Это не чайки, а бакланы. Видите, вот. Он огромный, невозможно. Ну, а здесь еще и уточка, конечно же. Вернее, селезень. Подошел в надежде, что я чем-то покормлю. А там вот дети взялись кормить. Здесь опять гусят. И опять возникла драка. Родители насмерть бьются, чтобы детей не затоптали. Гусят. Не знаю, еще кого вам показать. Красавчика моего. Нет, это не мой красавчик. Это просто гусь такой. Старенький. Ну, и вот поближе покажу вам малышню. Гусят. Шесть штучек. Вот пять. И еще один сзади меня. Вот он. Камон, камон. Красавчики. Ну, вот еще один сбор собак. Посмотрите. Эти собаки все одинаковые. Это похоже на наших русских борзых. Это, наверное, русские борзые? Или, Тань, как называется они, знаешь? А? Смотри, какие шикарные. И что они будут здесь делать? Мне интересно. Этот побежал. Красавчики. Ага. Can I make a photo for your lovely dogs? It's very nice. Да. Да. Красавчик. Красавчик. Окей, hello. Что значит, эта? Красавчик. А? Красавчик. Красавчик. Я не понимаю. Да, это ее название. Красавчик. Красавчик, да. Но я вижу, что я нужна дома. Да, она нужна дома. Это про детей? Да. Она нужна дома. Ага. Посмотрите, какой класс. Мужчина на строях воды держится. Видно вам? Опа. Упал. О, опять поднялся. Какая красота. Только посмотрите. Развлекаются сегодня, кто как может, здесь у нас на побережье. Очень много лодок моторных. Как называется эта штука, которая держит человека на строях воды. Надо будет посмотреть. Ох, как высоко он поднимается. Посмотрите только. Какая красота. О, упал. И опять поднялся. О, как. О, как здорово. Вот я вам давно тоже хотела показать, как у нас здесь ловят крабов с причала. Вот сейчас полная вода. И вот на такие штучки ловят крабиков. Я сейчас, вот там мальчик ловит. Сейчас я вам даже покажу, как это происходит. Вот у него один крабик уже пойман. Вот такая вот краболовочка. Это просто леска. И у нее там с кормом такой мешочек. Вот сейчас мальчик нам, если поднимет, то мы увидим, как это происходит. Мальчик ловит. Мальчик ловит. Мальчик ловит. О, да. Я хочу показать. Что это? Что это? Мальчик ловит. Ага. И никто. Никто? Нет. Никто. Что ты положишь в твою баку? Бакон? Нет, не бакон. Это нужно положить бакон. Потому что я живу здесь, я знаю. Если вы положите бакон, то это будет много крабов. Именно. О, да. Понятно. Но ты положишь что-то еще. Да. Вот так вот этой краболовочкой сидят. Детки в основном с родителями. Мы как-то тоже, когда приезжали к моей знакомой и ее внуке, мы ходили вот с такой краболовкой на бакон. Видите, что я здесь обнаружила? Это, друзья, облепиха называется. Как странно ее здесь видеть. И при том в таких огромных количествах. Ой, 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 как интересно. Посмотрите. Какой крупный и какой классный боярышник. Ой. Просто груздя. И там, посмотрите, сколько его много. И он такой красивый, крупный. Просто как барбарис. Но, к сожалению, посмотрите, где он растет. Видите? Он растет около дороги. И собрать его здесь никак не получится. Он уже заражен свинцом. И так будет лучше. Вот так вот, да? Нравится вам? Я, кстати, в этих очках ничего не вижу. Вот. Ну, думаю, что лучше. А вот если бы еще вот так, вы представляете? Какая была бы красота. Ну, нравится вам? Нет. Как-то вот так. Жиренько должно быть. Ну, я думаю, что мы с вами достигнем совершенства, в конце концов. Да? Так? Ну? Нравится? Мне тоже нравится. Близкое вам сделала, да? Видео? Я думаю, что вы должны быть рады и довольны. Вот такими моими. Я для вас даже губы сегодня накрасила, понимаете? Вот. А глаза, боже, красные какие. Боже мой. Не знаю. Ну, как тут? Вот прям даже пошла умылость, понимаете? И, по-моему, так вот так вот из макияжа просто даже лучше. Ну. Лучше, да? Ну, а если поставить свет хорошо, да? Опять же говорю. Ну, красота. Как там... Как там... Это... Как я... Не Соколова, а Смирновова. Артистка Смирнова. И муж ее режиссер, Робопорт. Так вот он ее так любил, что так снимал камеру, так ставил свет, что она в 60 лет выглядела на 40 в камере. Ну, а мы можем сами без Робопорта. Я вот, кстати, снимала видео свои для вас прям тут прыгала или липуточку танцевала. А мне сказали, пьяная тетка. Понимаете? Пьяная. Сейчас опять скажут. Глаза красная, пьяная тетка. Ну, наверное. Хотя я уже не пью давно. Желания нет.